Всех приветствую дорогие братья и сестры из города Севастополя расскажу одну историю которая со мной приключилась пошел я как-то в горы взял с собой воды но немного и пройдя половина пути вода закончилась солнце было очень жаркое жажда начала меня мучить было очень тяжко идти и вот я встретил на пути людей и они мне подсказали что на вершине горы есть родник я пошел на этот родник идя к вершине горы по пути я встречал несколько луж которые уже порослетины и от них исходил запах болота из этих водоемов я пить не стал но добрался до вершины до родника умылся набрал с собой воды напился и пошел в обратный путь прославляя господа иисуса христа как бы силы обновились и я обрадовался знаете вот духовная жизнь тоже также бывает тяжело бывает сложно идти какой-то цели идти какой-то мечте но самое главное я думаю не пить из разных источников особенно из тех источников которые уже поросли болотом и поросли темы я думаю что самый верный источник это иисус христос он говорит я есть живая вода кто будет пить меня тот не будет жаждать вови сказал иисус христос и так же он сказал кто будет пить эту воду мою живую и того из чрева потекут реки воды живой а это очень важно друзья чтобы из нашего чрева текли потоки святого духа чтобы мы сегодня могли быть светом этому миру чтобы мы могли сегодня быть свидетелями иисуса христа для погибающих людей и быть всегда кому-то поддержкой и опорой поэтому на нас ответственность друзья из какого источника мы сегодня пьем и знаете когда-то я начал ходить в церковь на домашние группы на молитвенные собрания на воскресные собрания и мне это нравилось и сейчас нравится до сих пор особенно раньше я хотел посещать больше домашних групп больше молитвенных собраний потому что я черпал оттуда силу я вдохновлялся общением с братьями и сестрами для меня это были действительно вот этот источник воды живой но рядом находились люди которые не хотели так посещать как я не почему-то считали что придя на домашнюю группу или придя на молитвенное собрание они как бы это делали для пастора для служителей но это обман друзья сейчас тоже есть такие люди которые думают что домашняя группа это для пасторок или для служителей я считаю что домашняя группа это лично для меня потому что я наполняюсь там общением словом божиим молитвенная группа собрание это для меня потому что я еще ближе становлюсь богу воскресный день это для меня не для пастора потому что этот день я посвящаю господу этот день покоя и так далее поэтому друзья вся вот эта духовная жизнь это тоже зависит от нас индикатор нашей духовной жизни чего мы сегодня желаем желаем ли мы сегодня молитвы ближе быть богом желаем ли мы сегодня изучать слово божие желаем ли мы общаться с братьями и сестрами или мы сегодня хотим больше наполняться миром больше быть в суете и тогда к сожалению наша духовная жизнь будет представлять болото где будут клакать лягушки извиняюсь за такой образ но это к сожалению так и вот отправение 22 глава 17 стих и дух и невеста говорит приди и слышащий да скажет приди жаждущий пусть приходит и желающий пусть берет воду жизни даром жаждать и желать сегодня вот эти две важные вещи потому что вода жизни она сегодня дается даром жаждать и желать желаю нам дорогие братья и сестры всем прекрасного дня пусть господь хранит нас и наших близких аминь